МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПИЖАМА ШОУ У ПРАМАМ ЭФИРЫ Радиостанция Гомель-ФМ означала 17-й день народжения. А зараза б гэты меньшим больш падрабязна. Турызм як одна со складаючих экономичного росту регіона. Менавіта с такой кропки гледжаня старшыні савета у депутата у базвага узровню сёня обмерковалі пытанні захаванні і развіця гісторико-культурной спадшыны. Виазне посядження пройшло у старожитным Турові. Олег Синцеров с подробязностями. Перед початком роботи невеликое посядження, ознайомлення з программой семінара і удокладнення головной мети. Треба проаналізувати ситуацію па захаванні культурной спадшыны і обмерковать варіанты взаємодзіння у гэты на керунку органів влади і місцевих підприємствів. У речі тут огоньна затікавліність. Развитію туризму повідно посприятий так само економічному уздэму регіона. Культурное наследие може стати некою точкою економічного росту для конкретно взятого регіона. Якщо говорити про Житковичний район, про Туровщину, то сьогодні ми можемо в одному небольшому місці увидеть 10 веків історії і на базі цього наследія розвивати туризм. Причем туризм как в своєму прямому пониманні, так і до нових таких підходів, як, наприклад, промышленний туризм. Сьогодні у державний список історико-культурних каштонсів Беларусі уключено 800 об'єктів Гомецкій області, але апарча матеріальна, є ще і духовна спадщина, пісня, брады, мовні діалекты. Туровська зона з гэтай крупськлєджіні – унікальний регіон, починаючий з того, що сам Туров – один з самих старожитних городів Беларусі, а Туровське князство існовало починаючий з 10-го стагодзі. Туровський кафедральний собор був побудований в середні 12-го стагодзі. На той час гэта було саме буйное монументальне збудування на території заходніх земель Старожитной Русі. Єсь вероходы, што балагаславління, на яго взвядене давав епископ Туровське. На жаль, прайснував храм невельми довго і був розбораний 3 мая 1230-го года. Па самай распочужженій версії, увынніку земля Трусу. Рысткай гэтага храма знашні тільки в 1961-м годі. 12 годів тому над ним заробіли спеціальний купол, і тепер, што год, у дзін нарадження Кирилла Туровського, тут проводзіться святочне богослуженні, на які приїжджають тысячи верніків і туристів. Зарод місцевых славутосів, так само, крыжецка мяню, па легендзі, яны приплыли ў Туровськеєва, параце пасля хрщення князя Володимира. Некалі їх було 10, до сённішнього часу захаваласе 4, прачім усеяны легчіться святынями. Адзін з крыжоў, які знаходзіться на тарриторії Барысо-Глебських мугілок, пастоянна Росія падає ганалі, гэта навуково паттёржжэны факт, калі ў 2006-4, гэта пакашык складав 28 сантиметрів, то зараз калі 35 сантиметрів, сёні гэта ўжо цяшка уявіць, але ў свой час для захавання розвіця містовой історико-культурной спадчаны спатребілася пріняти рашэння на самым высокім узроўні. При підтріжці нашого руководителя господарства особе увага було обращено і на развитие туристической зоны в Плат-Тур-Ющене, сохранение тех історико-культурных ценностей, які знаходзі на сьогоднішній дні в Турі. Для сучасного періоду розвіця Беларусі характерний зворот до минулого, вертаються забытые іменні іпадеи, одновляються религійні помніки і святыни, керівники, совітов депутата базового узроўню Пиракананы, ролі органів містового керування ісамокіровання. Содіннішість підтримців цих процесів тим більше, що відкриття нових сторон керівницькій історії притягується, і турувська земля не в виключенні. Начинаючи з 2015 року, відкрит новий археологічний пам'ятник поселений ранній славянського періоду, ну і, можливо, по знаходкам, це ще предварительна інформація по знаходкам, наверное, расселений ранніх славян буде дасуватся в IV, а не VI веков. Ну, це предположительно, пока ще. Олег Сентяров, Ігор Мариченко, телерадо-кампанія Гомель, Житкецкага району. Жневона вліжається до фінішу. Аграрем регіона засталося обраць 8% площаў. На сённявага каравая маль 550 тисяч тонн. Самый высокий намолот у Речицкага района 63 тисячі 170 тонн. Ні нашмат мені, у гуды Кашалёвськага 62 тисячі 920 тонн. Самые худкіе Петриковскі і Хойницкі районы уборку вядуць на дадатковых площах. Завершаюць работы Гомельскі, Добружскі, Кармянскі, Мазырскі, Наравлянскі і Речицкі районы. На палі вышлі і кукурузо-уборочныя камбайны. Уборку кармавой культуры у регіоні распачалі на два тыдні раней зазвычайны термін. Для гэтага падрихтавалі 601-ок спецтехнікі. Убраць треба 245 тисяч гектаров кукурузы на сілас і 60 тисяч гектаров на збожжа. Не глядячы на засуху, адрозняні ад коласавых, гэтая культура апынулася ў выигрышы. У нікаторых господарках ураджайныць доходзіць до паутысячы центнєроз гектара. У вышыню росліны дасягаюць 4 метраў. Мы, конечно, максимально переведем площаді для уборки кукурузы на зерно с целью компенсации недобора урожая коласавых зерновых культур для того, щоб получить больше, соответственно, зерна кукурузного, для того, щоб обеспечить животноводство і зерно. Усяго в регіоні пад кукурузу адведзіна ледь більш як 300 гектаров. Палі былі засеяны высокоураджайным насінням беларускай вытворчасті. У області планується нарихтаваць больш як 4 мільйони тонн якаснага сіласу. Завтра жихари регіона змогуть звернуцца з питэннімі да проставнікоў улады. Суботню прамую лінію правядзі старшыня обласного савета депутатов Катярина Анатоліўна Зінкевич. Нумер телефона 33 12 37. У Гомельскім гарвы канкаме прамую лінію правядзі керавнік справ Алексей Анатоліўіч Васючэнка. Нумер телефона 33 07 62. Прамыя лінію будуть працаваць з 9 до 12 хадзін. Пратягваем выпуск. Сё літаў 104-м мікрорайоні Гомеля пабудуюць новы діцячы сад. Йон будзе разлічаны на 190 месцаў. Проектна каштарысная документація ўжо распрацавана. Пачаліся будавнічыя работы. Аднак пакулю станова не будзе здана ў эксплуатацію, стаць наулікуя ё немагчыма. Сё неў в області працуюць 664 дошкольныў установы. Их наведуюць звыж 62 тысяч дятей. Праблемы прадоставлення месцаў для выхавання дашкалят ў регіоні зараз не існуе. Інша справа, не ўсіх выпадках діцячы садок знаходзіца ў кроковой доступности. Для выўстя сітуацій, сё літа да пачатку навучальнах агода створаны дадатковае месцаў ў дошкольных установах. Для груп выкарастаны свабодныя памешканні. Першая класа перавіаліна базы школ, такім чынам отрымалось ўрганізаваць больше 500 новыў месців. 300 зіх ў областным центры. Для більш зручных ў подъезду до діцячых садов, размешанных ў отдалінасті ад месца пражывання, створаны батьковскі маршруты. Падвоза житявляецца бесплатна. Действующим законодательством Республики Беларусь никакого неочередного предоставлення мест в учреждениях дошкольного образования не предоставляется. Ребенок, независимося, где зарегистрировано, либо где он проживает, имеет право ставить на учёт любое учреждение дошкольное образование не только Гомельской области и города Гомеля, но также Республики. То есть, у нас возникает проблема в Новобелецком районе, когда жители Гомельского района становятся на учёт детские сады микрорайона Новобелецы. Но это по законодательству, они имеют полное право посещать эти учреждения. А кроме того, в районах города разглядаются варианты будавництва діцячых садков на перших поверхах жилых домов. Сегодня радиостанция Гомель-ФМ означает свою 17-ю годзе. И она была первым мясцовым радио, что открылась в нашем регионе. У жнивни 2001 года загучали позывные «Экспресс». В 2008-м распочалась найновшая история станции под гандлёвой маркой Гомель-ФМ. А в тем, какие сюрпризы с нагодой святы сегодня подрихтовали для слухачоу, расскажет Вероника Ворошилина. Доброе утро! Доброе, доброе. В эфир! Гэта святочная ранеца для работников и слухачоу радиостанции Гомель-ФМ пошлася по-собливому бадёры и весело. У студы разгорнувся пижамный день народжения с цикавыми гостями, конкурсами и подарунками. Гомель-ФМ сегодня исполнилось 17 лет! Мы вместе отмечаем этот праздник 17 августа. В пятницу, мне кажется, хороший день вообще в целом, чтобы завершить неделю, чтобы сделать зарядку, чтобы проснуться. Как обудить от сну своих слухачоу, любимые диджеи радиостанции Гомель-ФМ разом с ведущими телеканала Беларусь-Шатыры в промоустуды организовали ранешнюю зарядку. Нескладанные физичные практикования дозволили не только добро размяться перед початком проционного пятничного дня, а и отримать порцию позитивного настроя. Вот знаете, как будто по раскаленной сковородке масло размазываешь вот так вот. Точно так вот одной ножкой, потом то же самое движение можно сделать второй. Итак, все отлично у вас получается. Теперь нужно размять вот все наши вот среднюю часть туловища. Представьте, что вот вы танцуете как романтичный танец. Опять-таки, напомню, что все упражнения должны выполняться плавно, без лишних рывков. Дарыша святочная ранница пожелась вельми нестандартно, однако позитивно и для самих диджея радиостанции Гомель-ФМ. У студии они добирались и окажут ухатним прямо в пижамах. Невероятно удобно было ехать в пижамах. Я думаю, что мне завидовали все девочки в транспорте. А здесь еще и зарядку сделали и получили море позитива от Саши Лупиненко. просто ему большое спасибо. Он бог зарядки сегодня. А кроме бадеры и ранешней зарядки, слухачам святочного эфира пропоновали конкурс по худкостным поедании бургеров и модный пижамный показ. Усё это можно было не только почуть парадую, а лею бачить подчас промой трансляции в социальной сетце ВКонтакте. Так само все жадают, что смогли принять удел в конкурсе на лепшее пижамное селфи. Раз, два, три, Гоу! Гомель Фэм все невядучая радиостанция города и в области. Она объединяет вокруг себя дорослых, активных и позитивных людей. На ее хвалях учатся лепшие замерзные, российские и айчинные композиции. Как сучасные хиты, так и то, что по соправдному дорого сердцу. Гомель Фэм это звуртованная команда молодых, интеллектуальных, инициативных и безмерно творчих работников, которые смогли завоевать довер публики своими штодионными креативными эфирами и программами. А тому и черговый День народжения тут сустракают оригинально весело и с размахом. По доброй традиции обовязково разом со слухачами, выходячи за рамки студии и звыклого буденного радиоэфиру. У нас сегодня настоящее пижамное утро, у всех обычные пижамные вечеринки, а мы решили вот таким образом отметить день рождения радиостанции 17-летия любимого Гомель Фэм. В студии у нас весело, сегодня чудесная трансляция, необычная, у нас такого еще никогда не было. В общем, веселиться будем по полной программе, потому что день рождения это веселый праздник, мне кажется. Правда, Кирилл? Да! Вот! Вероника Варашилина, Андрей Иванова, Валера Игапанько, телерады, компания Гомель. На базе специализованных лицея при Университете громадянской обороны МНС завершился кубок Республики Беларусь по пожарно-вратовальным спорте. Успоборнествия приняли удел каля ста супрацовников ведомства з усих областных центров и столицы. Наш корреспондент Ганна Коральчук сачила за финалом. Кубок Республики Беларусь по пожарно-вратовальным спорте – это заключный этап с паборненского сезона у Министерства по надзвычайных ситуациях. Тры дни и чатыры виды конкурсных выпрабаванья. Переодоление стометровой полосы с перашкодами и подхватом спортивных рукавов. Уздым на четвертый поверх учебной вежи с допомогой штурмовой лесвицы. Двая борья и самое видовищное боевое разгортвание, калі спортсмена с допомогой мотопомпы забирают в аду с бака и заливают мишени на отлеглости 95 метров. От слаженности каждого спортсмена зависит общий результат. Мы все видели, что за 23 секунды необходимо продемонстрировать настолько навыки слаженности подготовки во всех элементах, которые присутствуют в боевой работе, что это моделирующая ситуация, можно сказать, пожара, которую мы не хотели бы видеть в реальности, но мы к ней готовы. Что хочу сказать пожарно-спасательный спорт, то мы 80 лет и мы в прошлом году исполнились. И это, естественно, непосредственная работа спасателя пожарного. У Кубку примали удел 8 команд по 10 лепших супрацовников от областных управлений у города Минска, а так само университета громадянской обороны МНС. Поза конкурсом так само выступили мужчинская и женочая сборная Беларуси по пожарно-воротовальному спорте. Для их это стало своей особливой тренировкой. Перед чемпионатом свету, який пройдет уверенность не у Словакии. До речи, як мужчинская, так и женочая сборная нашей краины уже займали первое место на этом престижном международном споборництве. Состав команды это 10 человек. 10 девушек с разных уголков нашей республики сволочаются воедино, становятся одной командой. Несмотря на то, что на республиканских стартах мы выступаем каждый сам за себя и за свое управление, то есть нас объединяет общая цель, когда мы выступаем за сборную. Девушки ничем не хуже мужчин, мы ничем не отличаемся, мы можем побороться в таких же видах, как и они. Под час урочистой церемонии закрытия у знахорода отримали не только удельники с поборництва. На мероприемство запросили ветерану, яким уручили памятные нагрудные знаки и медали. А кроме того, одному из удельников, Данилу Ламейко, было присвоено звание майстра пожарно-вертовального спорта. По выниках команд Газалику бронзу на Кубке Республики отримала команда Витсибской области, серебра – команда Минского областного управления МНС. Золотые медали и первая приступка пьедысталу у спортсменов Сгродна. Сборная Беларусь – одна из сильнейших в мире. И отрадно отметить, что у нас предоставлена такая возможность, в которой нет ни одной из стран, закрепить свой результат и трижды стать чемпионами мира подряд. Это прекрасно, что такая возможность есть. И я верю в то, что наши ребята совершат этот достаточно такой серьезный шаг. По результатам мы видим, что сборная готова к этому. Ганна Коральчук, Василия Сепцов, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомели стартовала юбилейная 30-я спартакеяда Гомельского облспожу Союза. За два дни будут вызначены переможцы у таких дисциплинах, як дартс, шматборье, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы и протягивание канату. Лепшая у вересня отправится у молодежных, как представить регион на республиканской спартакеяде. Дмитрий Котов протягнет. Худшей, высшей, мацней. Олимпийский девиз для кооператоров региона частка корпоративной политики. Менавито у Гомельским облспожу Союзе неколи вырошили проводить подобные споборнества. После идею подтримали инши организации краины. Я уже 15 лет являюсь постоянным участником спартакеяда областных и республиканских. В областных все время я первая по шашкам. А в республике, когда ездим, ну, всегда в призах. На юбилейной 30-й спартакеяде представлены усе структурные подразделения Гомельского облспожу Союза. Усяго 27 команд. Колькостью дельников Амаль 500 человек. На кожной церемонии открытия организаторы спробуют сдевить. Отрымалося и на гэтый раз. Специальными гостями стали выхованцы Мазырской студии Арена. Артысты подарили крыху цирковой магии и своими неверогодно складанными нуморами натхнили спортсменов-аматоров на спортивные рекорды. Адразу после церемонии открытия стартовали с поборництвы. Абыякова не ставится никто. Кожный имкнется до перемоги. Однако, не глядяши на спортивный азарт, спартакеяда упершую шаргу закликано сгуртовать коллектив. Работа в жизни человека занимает очень большую роль и большую часть жизни ты посвящаешь работе. И поэтому во время занятий спортом ты отвлекаешься, знакомишься с другими командами, больше дружишь со своим коллективом. Не только по рабочим вопросам ты можешь поговорить, у тебя есть другие какие-то темы для разговоров. Переможца у спартакеяды вызначить завтра. Лепший празд месяц отправится у Молодечна, как представить регион на республиканских стартах. Семь годов запор кооператорам нашей в области не было ровных в Украине. Дмитрий Котов, Василия Сипцов, телерадиокампания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника инспекции по налогами сбором Советского района областного центра. В ходе предварительного расследования были установлены факты превышения власти и служебных полномочий, а также получения взятки. В 2017 году обвиняемый совершал преступления в интересах руководителей коммерческих структур и предпринимателя. Ответить перед судом придется и жительнице Мозыря, несмотря на раскаяние и прощение пострадавшего. Женщина ударила брата ножом. Конфликт между родственниками вспыхнул после изрядной порции спиртного. Женщина воткнула нож в бедро брата, задела артерию. Испугавшись и осознав, что натворила, сама стала оказывать первую помощь и вызвала скорую. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, а его сестру в милицию. За нанесение тяжкого телесного повреждения по соответствующей статье ей может грозить лишение свободы сроком до 8 лет. Сегодня ночью в Жлобинском районе вблизи деревни Завод автобус столкнулся с лошадью. Потребовалась помощь спасателей. По прибытию к месту ДТП сотрудников Жлобинского райподразделения МЧС выяснилось, что животное зажато в салоне рейсового автобуса. В нем в момент столкновения находились 29 пассажиров и два водителя, которые покинули автобус самостоятельно до прибытия спасателей. Никто из людей не пострадал. Выясняется причина пожара на объекте агропромышленного комплекса в Брагинском районе. Накануне спасатели районного подразделения выехали по сообщению о горящей скерде соломы вблизи деревни Косачев. По прибытию к месту вызова выяснилось огнем охвачена часть скерды на площади 150 квадратных метров. В результате пожара уничтожено 30 тонн соломы. Спасателям удалось спасти большую часть скерды 80 тонн. Такой обзор происшествия к этому часу. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле продолжается Кубок дружбы по мини-футболу. Сыгран еще один тур. Матч лидеров между Самарским Динамо и Ереванским Лео зафиксирована ничья. Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма. А вот в игре другой пары Сокол БЧ зрители увидели целую россыпь голов. Зеленодорожники начали поединок очень резво. Уже на пятой минуте отличился капитан БЧ Кусков. А вот потом что-то пошло не так. Видимо, вновь сказались кадровые потери. К ранее отсутствующим игрокам добавился Гуменюк, получивший накануне повреждения. Игроки украинской команды завладели заметным территориальным преимуществом и проводили атаку за атакой. Сначала Хамдамов после розыгрыша углового шикарным ударом в дальний угол счет сравнял. Далее ошибка игроков БЧ привела к назначению пенальти. Под люк с точки был точен. Позже он оформил дубль, а Хамдамов хет-трик. Еще один гол на свой счет записал Мартынюк. Как результат, после первого тайма на табло зафиксированы неутешительные 6-1. После перерыва команды не бросили играть и подарили зрителям также немало голов. Правда, на этот раз больше забили игроки БЧ. Однако, отыграть гандикап в пять мячей у них не получилось. Итог матча 8-4 в пользу Сокола. В 30-м юбилейном чемпионате Беларуси по мини-футболу высшей лиги все-таки примут участие 15 команд. Могилевский «Форте», который недавно возглавил известный гомельским болельщиком специалист Александр Даниленко, заявился в первую лигу и молодежное первенство. Стартует же чемпионат в элитном дивизионе 8 и 9 сентября. Напомню, что в первом туре между собой сыграют гомельская команда ВРЖ и БЧ. Еще один представитель нашего региона Светлогорский ЦКК отправится в гости к столичному «Динамо БНТУ». Завтра состоятся поединки 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В Светлогорске сыграют местный химик и гомельский локомотив. Команды-соседи в турнирной таблице их разделяют всего 2 балла. Житковический ЮАЗ ждет в гости Нафтан. В табеле о рангах новополоская команда находится выше, опережая Житковчан на 5 баллов. Мозырская Славя, которая сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата, 18-й тур пропускает. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» отправилась в Польшу на серию товарищеских матчей. Подопечные Сергея Цыганкова провели уже два спарринга. К сожалению, без побед. Команде в Ибже же гомельчане уступили крупно 18-30. Поединок в Гдыне против местной дружины спойня Гдыня получился куда более напряженным. Хозяева победили с минимальным преимуществом 32-31. Далее Гомель перебрался в Гданск, где принят участие в товарищеском турнире. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует...